Оркестр играет метод форте, тритоны, тварды, цепты, аккорды, и дирижон похож на черта, и ржет рояль острейской мордой. Приехал батенька, ура, висшит, лягует детвора, вернулся Ляпис, пьяный бог, вот это радость, что я, что! 13 февраля смершилось второе пришествие Ляписа Друбецкого в Витебский клуб «Энергия». Так поведал со сцены сам Михалок, явились они не для того, чтобы к чему-либо призывать, а для того, чтобы всех от всего отговаривать. Что успешно и делали на протяжении почти двух часов после коротенького разогрева блеской панк-команды «Дай дорогу». Более трех тысяч уже заранее благодарных за все зрителей собрались, чтобы услышать сборную солянку из трилогии о гид-поп и новые песни из альбома «Веселые картинки». Выход в свет этой пластинки обещается 11 марта, но в теперешнем туре в поддержку альбома главные хиты уже звучат вовсю. Причем не только от участников групп. И Зевсы, Кавер, Африка, Комитеты охраны тепла и Философская «Я верю» несмотря на новизну, поются стройным хором всех присутствующих не хуже манифеста. ПЕСНЯ 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 А вообще от года в год бешеный драйв и эпидемически заразная энергетика всеобщего счастья, дружбы и мира во всем мире прямо-таки геометрически прогрессируют. И даже несмотря на несвойственную для последних лет интимность новых песен, звучат они вполне понятно и без трагически заломанных рук. А если кто-то вредный, переслушав агит-попа, скажет, что Ляпис уже не тот, страшно обломается. Заявленная ляписовской иронией Буфанада в связке с лиричностью, философией и яркими образами, все это есть и в новом альбоме. Чего в нем больше, так это музыки. Здесь есть звук. То есть есть место звуку. Песня драйв, в ней очень много звуков. Звуки купаловской ночи, да, ты слышишь там шелест камыша, ты слышишь то, что предназначено только тебе, тебе, тебе. То есть это вещи, касающиеся вот именно вот этого интимного, такого сакрального, даже такого сновиденческого какого-то мира. Зрительская компания, как всегда, не подкачала, а раскачала, да так, что охрана здорово не терпелась. А от охраны, в свою очередь, не терпелись бы на восторженные поклонники первого ряда, а додвинутые уже к середине концерта метров эдак на шесть от сцены. Как обычно, далеко не все въехали в юрические отступления Михалка между песнями. Ни в момент чтения стихов Юзика Гулевича, если кто не в курсе, Юзик это всегда не Михалка-стихотворца, ни в момент цитирования Бронского, особого внимания и одухотворенности в лицах не наблюдалось. В связи с чем, задание. Готовиться к следующему разу основательнее, дабы не орать баранами, давай уже быстрее, и не топать нетерпеливыми ножками. Читайте, соображайте и не сомневайтесь ни на минуту. Это круто! Я не воспитывался на софистах, есть что-то дамское в пацифистах, но чистых отделять от нечистых не наше право, поверьте. Я не указываю на скрижали, цветные нас бесспорно прижали, но не мы их на цвет рожали, и не нам их предавать смерти. В общем, осталось сказать большое взрослое спасибо за прям-таки астрально масштабную и мега-драйбовную атмосферу абсолютного счастья, порожденного феноменом Ляписа Трубецкого. Поблагодарить за все нечеловеческие усилия организаторов и тонко намекнуть всем тем, кто не пришел, что зависть – чувство вредное. В следующих выпусках смотрите пресс-конференция группы Ляпис Трубецкого. Я уже сказал, у меня очень много эмоциональных порывок. Я даю совершенно разные интервью мужчинам и женщинам. На сольбом стоил мне ух за поезд. Все выглядело, как будто это вырублено топором. Интервью с панк-хулиганами и жесткими социальщиками. Дай дорогу. Я удивляюсь, что он меня не спрашивает. Вот такие более, какие-нибудь отмороженные вопросы. Все начинаешь. Когда, что, по чем. Мне что-то спросить, сколько там удело сантиметров. Если мы такие социальные какие-то игру поставленные ребята, то по-любому будут такие люди, которые вернутся, что ай, какие-то подонки там, какие-то ярлыки непонятные.